Привет, привет, драгоценный народ Божий, драгоценные дети прекрасного небесного Отца нашего. Я приветствую всех друзей, всех, кто является братом и сестрой в нашей большой, огромной Божьей семье. Итак, стали ли вы причастником Божеской природы? Стали ли вы практиковать это? Применяете ли вы в своей жизни? Дорогие, отличный вопрос и ответ на вашей стороне. Дорогие, мы продолжаем практиковать, мы продолжаем в этом возрастать или углубляться. Все оно как-то взаимосвязано. В Царстве Божьем есть такая некая зеркальная противоположность. Итак, дорогие, я приветствую вас и поздравляю вас еще и еще раз с Рождеством, с Новым Годом, с тем, что приходит новое в нашу жизнь, новый сезон для Церкви. Возможно, мы будем видеть потрясения вокруг нас, возможно, мы будем видеть какие-то события, какие-то трагедии. И, как никто не ожидал, в 2020 году произошло такое необычное явление для всей Земли, когда пришла пандемия, когда этот вирус распространялся по всем городам, странам, людям. И было действительно большое потрясение, много было трагедий в семьях, когда люди уходили в вечность. Но, дорогие, сегодня наша с вами цель все остается той же прежней. Смотреть не на то, что происходит рядом с нами, а смотреть на того, кто дает ответы. То на того, кто защищает, помогает утверждать его царство, утверждать его истину. Вспоминаю момент, момент очень интересный, который нам описывает Священное Писание. Эта история произошла с еврейским народом в пустыне. Они долгое время находились в пустыне, 40 лет вместо 40 дней. Что же помешало им быстро дойти до земли обетованной? Мышление, старое мышление, упование на прошлое, представление, которое они получили в рабстве, рабское мышление, ропот, недовольство, недоверие, протест. Это символизирует нашу плоть. С одной стороны, это символизирует нашу плоть, которая протестует, которая хочет самостоятельности, которая требует, которая проявляет недовольство, ропот, возмущение. И это мы можем наблюдать не только в мире, но даже в нашей христианской среде или в нашей христианской жизни, и часто даже внутри себя. Не знаю, как у вас, у меня это бывает внутри, прямо плоть, когда моя бунтует, когда она не хочет что-то делать. Это я не говорю про тело. Тело, наши тела, они прекрасны. Просто вот эта плоть греховная, которая заражена была грехом, вот этим плодом дерева познания добра и зла, она сопротивляется. Но Иисус, Иисус остается верен своему завету, и этот завет осуществляет он. А с нашей стороны, что нам делать? Нам надо верить, подключать, развивать нашу веру и подключаться, продолжать подключаться к источнику, который есть Иисус Христос. Мы вернемся к этой мысли, а сейчас я вспомню вместе с вами историю в пустыне, о которой я начала говорить. Беда случилась с народом Божьим. Змеи поползли и стали их жалить. Это произошло из-за ропота, из-за недовольства, когда они возмущались, они были недовольны. Можно освежить эту историю, перечитать ее. И появляется ответ от Бога. У Бога всегда есть ответ. И это уже был продуманный ответ в Иисусе Христе. Потому что то, что дал Бог народу в пустыне, возможно, вы помните этот случай, змеи, когда на них напали, то Бог говорит Моисею, поставь медный шест и на нем сделай изображение змеи, и всякий, кто будет укушен, посмотри на этот шест. Казалось бы, какая логика, какая аналогия, вот если подумать об этом. И можно себе представить разную картину. Мне кажется, я видела когда-то картину, не помню, в интернете я видела такую картину, где, или в гравюрах, да, в гравюрах, скорее всего, у нас была Библия такая с гравюрами. И там такая картина, когда молодой человек лежит возле своей палатки, укушенный этим змеем, тут этой змеей, тут рядом змея нарисована, на руках у своей матери, и мать поворачивает его голову, она берет его голову, и чтобы он посмотрел на крест, на крест, я уже опережаю, да, вот посмотрел на этого медного змея, мы знаем, что Иисус об этом напомнил Никодиму, как змей был вознесен в пустыне, так и мне нужно, так и должно быть вознесено сыну человеческому, это был образ Иисуса на медном шесте, он в мете символизирует грех, он взял грехи всего мира на себя, змея кусает, змеи кусаются, змея ползет, Господь говорил в Эдемском саду, что ты будешь поражать его в голову, он будет тебя жалить, но ты поражаешь его в голову, и это семя жены, то есть Иисуса Христа, поражая, поразила змея в голову, и сегодня он говорит, смотри на меня, что бы ни происходило вокруг, пусть твои помышления будут во мне, и мы вспоминаем с вами первый псалом, мы его вот недавно цитировали, размышляли о нем, где говорится, что идет сравнение дерева и сравнение человека с этим деревом, а дерево какое? именно то дерево, которое сидит у потоков вод, и этот человек, который подобен такому дереву, он блаженный, то есть он счастлив, он благословен, он будет находиться в состоянии мира, радости, достижений каких-то, продвижений, ответов, мудрости, проявленность славы Божьей в своей жизни, если этот человек постоянно находится в размышлениях, вот этот процесс пребывания у потоков сравнивается с процессом нашего мышления, потому что наши мысли, можно, давайте так скажем, это потоки, поток Божий полон воды, мы говорим, что в Писании очень много идет сравнений, объяснений через потоки вод, воды, воды, Иисус говорил, придите ко мне, жаждущие идите ко мне и пейте, я есть этот источник, когда мы смотрим с вами в книгу Откровения, мы видим этот поток, который течет из-под дерева, дерево растет на двух сторонах этой реки, и из него вытекает этот поток, Иисус сказал, что кто, сказал вот этой женщине у колодца, не зря это все в таком прообразе, продумано для нас, такие тайны, такие интересные моменты, что эта женщина, она сидит у колодца, колодец источник воды для человека, и здесь приходит Иисус и говорит, что не эта вода будет, а я даю воду вечную, кто будет пить ее, тот будет вечно жить, она говорит, я хочу этой воды, он открывает дальше секрет, он говорит, из чрева потекут реки воды живой, дорогие, почему я вот эти фразы применяю сегодня в этом эфире, потому что эти фразы, они лично для меня, это так работает, для моей деятельности мозговой, они побуждают меня думать об этом, они побуждают меня делать вот это воображение, мы включаем воображение, представляя, я представляю этот поток воды, кто что представляет, может быть ты представляешь речку, может быть ты представляешь огромную реку, вот течет река Волга, мы один раз проезжали Волгу, и так долго ее переезжали, как-то мы, я ехала на поезде, и мы очень долго ночью проезжали эту реку, и хоть со стороны я на нее посмотрела, какая она огромная, дорогие, реки, у Бога реки гораздо больше, сегодня я могу ходить смотреть на океан, который вообще бесконечный, беспредельный, смотришь и не видно горизонта, конечно же, мы с вами призваны, нас Бог позвал, Он нас посадил, мы насаждение Господня, в одном из псалмов говорится так, насаждение Господня, посаженные праведники, они цветут как пальмы, и здесь мы видим это дерево, в первом псалме, что такое эти потоки, это наши размышления, размышления не о плотском, не о поражении, не о грехе, не об самоосуждении, не о каких-то проходящих моментах жизни, а это фокус на Иисуса, вот этот змей, он хочет ужалить, трагедии какие-то приходят, новости приходят, военные слухи, перевороты, революции, где-то что-то происходит, кого-то берут в плен, кого-то грабят, что-то происходит, дорогие, да, мы, конечно же, участвуем в молитвах, в защите, мы взываем, мы поддерживаем, как ходатай, мы ходатай сумм за наших братьев и сестер, кто попадает в такие ситуации, и хочется сказать, что пусть этот фокус будет на Иисусе, иногда трудно переключить свои мысли на этот поток, но именно это предлагает нам Господь, когда жалили змеи в пустыне, когда что-то происходит, например, с тобой, ты порезался, ты подвихнул ногу, ты где-то кто-то поцарапался, что-то произошло, что мы делаем, мы осматриваем рану, правда, мы осматриваем, что же произошло, о, что с моей ногой, что с моими мышцами, сухожилиями, ой, что с моим пальцем, ой, кровь течет, мы смотрим на это, да, первая наша реакция, конечно, мы осматриваем или едем к доктору осматривать, я просто хочу провести аналогию, и, конечно же, хочется всегда осмотреть эту ситуацию, которая пришла, что-то плохое пришло, трагедия пришла, обстоятельства какие-то против, как будто против тебя, то в этот момент Дух Святой говорит, смотри на Иисуса, чтоб тебе не впасть в депрессию, в какое-то осуждение, в критику, в зависть, в злобу, в ненависть, в проклятие, чтобы тебе не начинать занять эту сторону тьмы, эту сторону зла, он говорит, смотри на Иисуса, смотри на Иисуса, потому что в Иисусе твое восстановление, в Иисусе твоя целостная жизнь, когда ты думаешь об Иисусе, ты здраво будешь реагировать на происходящее событие, не в страхе, о любви. И вот сегодня я хочу поговорить об этой любви. Сегодня прочитать два местописания, которые говорят нам, что же есть настоящая любовь. И мы, когда будем с вами читать, это перевод, перевод, расширенный перевод, современный. И я хочу вам зачитать, чтобы было понятно, что является источником любви. Может быть, кто-то из нас думает, что я недостаточно люблю Бога, или недостаточно люблю читать Библию, ходить на молитвенные собрания, или вообще на собрания. Самое главное – знать, что Бог тебя любит. С этого начинается всё. И вот здесь этот процесс, открытие для его любви, или познание его любви, что он тебя любит. Тебя любит Бог. Сам Бог возлюбил тебя. Сам Бог думает о тебе. Сам Бог находится в экстазе о тебе. Вот эти грани любви, пусть они раскрываются так, что эта любовь, она приносит тогда свободу от всякого страха. Мы знаем, что Писание говорит нам, совершенная любовь изгоняет всякий страх. И когда ты сталкиваешься, я сталкиваюсь с какой-то ситуацией, и я смотрю и думаю, упс, что-то не сработало, страх-то присутствует. И причём у страха разные формы. Может быть, это не то, что там трястись и бояться, бояться высоты или замкнутого пространства. У страха столько много граней, что он выражается по-разному. Но это, может быть, стоит взять отдельную тему и говорить об этом. Может быть, я даже и не специалист в этом, чтобы разложить все грани страха. Но зависть – это тоже страх. Раздражение – это тоже страх. Это тоже мотив страха. Отсутствие любви, понимание любви. Когда мы раздражаемся на кого-то, когда мы завидуем кому-то, когда мы обижаемся на кого-то, это тоже всё формы разной страха, потому что нету вот этой полной любви. Так вот, давайте посмотрим, что же такое эта полная любовь. И любовь, она… Давайте прочитаем. Мне нравятся эти отрывки из Библии. И мы сейчас о них поговорим с вами. Так, я, кажется, не запустила таймер. Ну да, забыла. Так, ладно, хорошо. Итак, 1 Иоанна 4, 10. Давайте прочитаем, что нам говорит такой расширенный перевод. Вот что такое любовь. Это не наша любовь к Богу, а его любовь к нам. Когда он в умилостивление за наши грехи отдает своего сына. Вот просто хочется, знаете, вот чтобы эти стихи, они вросли в нас, чтобы они стали в нас вот таким твёрдым основанием, базой, что это любовь. Вы знаете, ну, любовь. Любовь. Мы о любви много говорим. И, возможно, нам надо перестроить понимание любви. согласиться с тем, что любовь, настоящая любовь, это любовь Бога к нам. Это не наша любовь к Богу. Хотя, возможно, кого-то смущает заповедь, первая заповедь, «Возлюби Господа Бога твоего». Да, эта заповедь, она была дана. Дана для того, что она была в своё время с определённой целью. Но сегодня мы вдруг обнаруживаем, благодаря апостолам, благодаря тому, что Иисус раскрыл это, мы обнаруживаем другую абсолютно грань, что любовь – это его любовь к нам. Вот что настоящая любовь. Переосмыслить это, размышлять об этом, «Бог, ты любишь меня». Вот что настоящая любовь. И прорасти в этой любви, принимать эту любовь каждый Божий день, принимать её по несколько раз в день. Где-то пришло смущение, где-то пришло разочарование, где-то страх пришёл, где-то волнение пришло. Начинай думать о его любви. Помните? Размышляй о законе духа жизни. Закон духа жизни во Христе освобождает от закона греха и смерти, освобождает тебя от страха, от мучения, от беспокойства. О, это классное состояние. Это состояние царства, когда мир, радость и праведность пребывают внутри нас. Мы об этом говорим, потому что мы хотим в этом жить, потому что нужно в этом жить. Только исходя из этого ты сможешь управлять ситуациями, ты можешь менять мир, ты сможешь менять, побеждать болезни, ты сможешь видеть и даже производить эти чудеса, которые Господь желает, чтобы мы производили. Итак, Бог отдаёт своего Сына в умилостивление за наши грехи, и это его любовь. Давайте прочитаем ещё одно местоописание, которое очень, тоже очень сильно раскрывает нам эти принципы. Это из Ефесиным, из Ефесиным, третья глава, и мы прочитаем с 10 стиха. Согласно этому Евангелию, то есть согласно ему, речь идёт о Евангелии, то есть о благой вести, согласно благой вести, радостной вести, многообразная, многообразная, не знаю, как правильно сказать, мудрость Божья, мудрость Божья, должна теперь открыться начальством и властям на небесах через церковь. Где открыться? На небесах. Кому? Всем начальством и властям. На небесах очень много начальцев властей, всяких духов, всяких существ, которые занимаются определенными функциями. У Бога всё схвачено, всё под контролем. Он предлагает нам, он объясняет нам, что мудрость Божья теперь откроется. Через кого? Через церковь. А церковь – это кто? Это каждый из нас входит в церковь Божью, в это единение. Но опять-таки, церковь – это не просто собрание верующих, какое-то там, по местной церкви, или общие какие-то конференции, или собрания, когда церковь – это экклессия, это та, которая ходит в единении с ним. Чуть-чуть. Это так, дальше. Это его, его вечный замысел Бог осуществил в Иисусе Христе, нашем Господе, и, поверив в него, мы можем свободно и уверенно приходить к Богу. Итак, этот замысел осуществлен Богом через Иисуса Христа. И, поверив в него, как мы приходим в это состояние? Верою. Верою, верою, верою. Как эти люди в пустыне получали исцеление от укуса змеи? Как этот взгляд на крест, на медного змея мог освободить их от проклятия, сразу от этого укуса? Не нужно было вводить эту вакцину противоядную. А была реакция, я сейчас не говорю, что если что-то происходит, не надо идти к врачу, я сейчас не об этом говорю. Надо было смотреть на Иисуса, надо было смотреть на крест, на медный шест. По вере. Как? По вере. Поэтому у нас очень активна мышца веры. Развивай свою веру. И мы можем свободно и уверенно приходить к Богу. Пусть это станет твоим основанием, твоим корнем любви, что ты приходишь к Богу на основании не себя, не своих поступков, не своих знаний, пониманий, а на основании любви, на основании крови Христа, на основании его жертвы. Дальше читаем. Поэтому я прошу вас, не отчаивайтесь из-за моих страданий ради вас, потому что они, эти страдания, служат к вашей славе. Ради этого я стою на коленях в молитве пред Отцом. Итак, апостол Павел говорит, ладно, давайте прочитаю, потом поанализируем. Я прошу вас, не отчаивайтесь из-за моих страданий ради вас, потому что они служат к вашей славе. Ради этого я стою на коленях в молитве пред Отцом, от которого получает имя каждый род на небесах и на земле. Посмотрите, сколько интересных граней нам открывается в этом тексте. Я молюсь, чтобы по богатству своей славы, его славы, он духом своим наделил вас внутренней силой, и чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос. Молюсь, чтобы вы укорененные, помните об этом дереве, которое пустило корни, и утвержденные в чем? В любви. Вместе, утвержденные, да, мы поразмышляем сейчас, вместе со всеми святыми, могли понять ширину, длину, высоту, глубину любви Христа и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения. Молюсь, чтобы ваша жизнь переполнилась всей полнотой Божией. Дорогие мои, на чем мы сегодня сфокусированы. Посмотрите, нам предлагается вот этот замечательный, сильный фокус, чтобы нам быть во всей полноте Божьей, потому что мы дети Божьи, созданные по образу и подобию Его. И давайте еще вернемся немножечко и поразмышляем об этом тексте. Итак, в чем происходит наше укоренение и утверждение? Что дает нам полноту Божью? Это познание Его любви, как Он любит тебя. И об этом можно говорить и нужно говорить долго и много, чтобы мы действительно проросли в этой любви, чтобы эта любовь, она просто нас пропитала. И очень важно, мои дорогие, приходить каждый день к этому источнику любви. Вот здесь опять так, сейчас поразмышляем. Я молюсь, чтобы по богатству своей славы Он духом своим наделил вас внутренней силой и чтобы через веру, чем мы, как мы наделяемся внутренней силой? Духом святым. Помните, сказано так у Захарии, кажется, или Осии, не помню, у кого-то сказано так, не могуществом, не воинством, вернее, не силой, но духом моим, не способностями, не силой человеческой мышцы, но духом Божьим Он все производит. Духом своим наделил вас внутренней силой и чтобы в сердце в вашем вселился Христос и жил там. Апостол Павел очень много говорит об этой тайне, тайне той, что Христос в вас, упование славы. Христос в наших сердцах источник, источник, источник любви, источник мира, радости, славы. И вот он именно внутри тебя находится. Иногда мы ищем ответы вовне, иногда бывает так, что мы ищем ответы вовне. У меня так бывает, чтобы вдохновиться или как-то ободриться, я часто могу искать, включить какую-то песню или поговорить с кем-то, или что-то увидеть, пойти там погулять на природе, посмотреть. Это все хорошо, оно имеет место быть. И это помогает, допустим, внутри соединиться опять с этим источником, переключить свой фокус на Иисуса, который внутри тебя, потому что он живет внутри нас. Верую, он в веру вселился в наши сердца. Верую. Есть люди, которые никогда, они ходят в церковь, но они никогда не переживают этой близости со Христом, они никогда не переживают понимание, что это такое Христос во мне. Они не практикуют это единение, скажем так. Чтобы вы могли понять эту ширину, длину, высоту, глубину любви Христа и познать эту любовь. То есть весь фокус апостол Павел в этом тексте показывает нам, что весь фокус силы любви находится в самом Иисусе, в познании Его любви к тебе. Что бы ни происходило в твоей жизни, помни, что корень любви это сам Иисус, он твой корень. Помните, сказано так, он корень и потомок Давида. Он корень, он взошел, в Исаии сказано, он взошел как тростник, нет, не тростник, так, ладно, не помню точно это место, не буду об этом говорить. Хочу сегодня помолиться еще с вами, дорогие, чтобы этот процесс наполнения любовью, он был принят нами, чтобы мы это практиковали каждый день. Опять-таки, приведу напоминание первый Псалом, размышляет, он размышляет о законе духа жизни. Закон духа жизни это закон любви, это закон веры, это закон радости, это закон вечности, это закон, там много граней у этого закона жизни, но любовь является главным ключевым потоком, в который нам нужно себя каждый день погружать. Ты любим, ты любим Богом, ты ценен, Бог эмоционально привязан к тебе, Он любит тебя, Он дорог тебе, поэтому очень важно это практиковать еще и эмоционально, тогда твоя душа, она будет стабилизироваться, она не будет прыгать от различных мнений, новостей, эмоции не будут зашкаливать туда или сюда, но они будут стабильны. В общем-то, о чем? О, Отец Небесный, я благодарю тебя, Господь, за твою любовь, я благодарю тебя за твою милость, я благодарю тебя, что ты возлюбил нас, твоя любовь, она безгранична, она как океан, который захватывает нас, этот поток, который никогда не заканчивается, который всегда двигается, всегда течет, всегда несет в себе жизнь, обновление, восстановление, мудрость, радость, мир, покой, святость, доброту, все это есть в этом потоке твоей любви, поэтому сегодня здесь, на этом месте, в наших домах, в наших местах мы принимаем эту любовь, и мы укореняемся в твоей любви, мы хотим еще больше, еще больше укоренения, укоренения, прорастания в этой любви, чтобы все наши соки шли из твоего потока любви, мы благословляем твое имя, дорогой Господь, аминь, увидимся в следующих эфирах, драгоценные, с миром Божьим, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова